здравствуйте друзья у нас в студии гость гость приехал откуда с украины ну да откуда город киев о ну таки все знают зовут как зовут игорь игорь я подумал что надо игоря тут поспрашивать немножко потому что в ходе разговора выяснилось что такими интересными вещами занимается я бы сказал полезными а поскольку мы так себя позиционируем как полезный канал я подумал давайте чуть полезное расскажем значит игорь занимается перевозками но вот не как все люди перевозками трак загрузил там и поехал да там по степи а он из украины перевозят соединенные штаты вот что вы давайте вы рассказываете чтобы я не напутал ничего я представитель компании украинской мувинговой компании которая занимается международными переездами перевозка личных вещей то есть когда приходит осознание процесса неизбежности процесса переезда мы придем всегда на помощь и приходим на помощь но но это не мебель это не это не какие-то контейнерные это абсолютно все домашние предметы которые находятся у каждого из нас дома то есть любой из предметов которые находятся у нас дома можем перевести но с учетом специфики соединенных штатов с учетом расстояний видов транспорта которые задействованы на сегодняшний день переездах мебель не участвует как правило а что вообще люди перевозки давайте вот с этого вы сможете несколько лет этим занимаетесь занимаемся компания занимается перевозками с 2000 года но после определенных событий на украине 2014 года достаточно активное направление началось на соединенные штаты по переездам людей которые едут изначально в туристическую поездку и со временем принимается решение о том что они будут оставаться и жить на территории сша то есть он может ехать сразу с намерением остаться потом по политике он может ехать как турист и потом поменять свое решение и пытаться оставаться по политике но значит и в том и другом случае чего-то он не мог с собой взять да то есть а если он сознательно сознательно хотел приехать по турбизе и получать политику вот что такое с собой не может взять вот что это например этот вопрос нас возник 14 году до 14 года было было достаточно все просто и понятно так и пришли к решению переезжать выиграли green card либо это воссоединение семьи какое-то происходило либо какие другие процессы то есть люди знали точно что они переезжают они говорили что мы хотим вот это вот это вот это забрать это все упаковывалось формировалась определенные документы и перевозил то есть вы раньше это делали абсолютно это с 2000 года происходит но с 14 года немножко специфика изменилась эмигрантов и люди начали задавать нам вопросы как бы так сделать чтобы я уехал а вы мне вещи позже прислали а позже когда ну я пока не знаю это будет известно через месяц может быть через два может быть через полгода то есть расходе полежали начали разрабатывать как бы этот эти предложения с учетом этой специфики изначально для нас не было понятно в чем суть всего этого процесса потом когда люди немножко начали больше рассказывать потому что люди скрывали этом факте что они едут на пмж подавать на на политику на протеста у нас скрывали или от соседей они от всех скрывать от всех большинство тех кто уезжает они раскрывают от всех пытаются как бы полностью создать легенду что они едут как туристы да но в конечном итоге как бы здесь остается в обществе осуждается вот допустим вот вы живете вы там в киеве раз осуждают людей которые взяли куда-то уехали или наоборот или или без разницы ну если верить статистике то около 30 процентов населения украины готова выехать ну прям практически готовы или скипризами как не против так как практически готовы но они у всех есть возможность некоторых есть обстоятельства не у всех есть возможность сдерживать на сегодняшний то есть многие хотели бы уехать на ну и судя по нашим по нашему бизнесу мы видим что увеличение все больше и больше людей которые уезжают если четырнадцатом году были там первые задатки только мы не могли понять с чем связаны те вопросы которые нам задавали а можно ли это вывести а можно ли это похоронить у вас а потом не позже прислать его а как перевести и уже на основании вот этих всех этого опыта мы уже разработали предложение и было принято решение что мы откроем представительство соединенных штатах который будет достаточно проще нам обрабатывать все эти заявки все эти грузы которые приходят то есть потому что кофе с у вас есть офиса нет сейчас есть просто представительство это как представительство это в моем лице изначально я базировался на восточном побережье да потому что там был совсем большой поток иммигрантов и я занимался вопросами связанными с таможенными оформлением на территории сша с помощью в оформлении грузов помощи в получении грузов в аэропортах доставки этих грузов из аэропорта вот в дальнейшем начался поток уже на калифорнию но сейчас особенно активно на сакраменто идет представительство это там где вы с вашим лаптопом это мобильный бизнес хорошо я просто пытался понять офис вас привязывает к месту и окей да любой мувинговый бизнес он в большинстве своем служит строится на субподрядчиках потому что такой бизнес сезонный здесь нельзя набрать какое-то количество сотрудников штатных или филтайм которые будут находиться и ты вне сезон будешь вынужден оплачивать и затраты которые не нужны то есть сакраменто я так понял популярен в современной украине достаточно популярен да а еще что пока верно 55 процентов наших сегодняшних перевозок на соединенные штаты тут на сакрам как интересно еще какие места популярен нью-йорк нью-йорк хорошо юрк и шарлотт подешевле где там подешевле потеплее точно побережье но это не не специфически вот именно баптисты пятидесятники потому что сакраменто вот для меня например сакраменто это город в преимущественно вот где живут люди верующие причем верующие вот именно вот именно этих конфессий среди наших клиентов ну к сожалению к сожалению часть мы не спрашиваем вероисповедания людей как бы но судя состава вещей я не вижу чтобы там можно было церковное утро или люди которые очень религиозные везут собой какие-то там не знаю я понял про и так далее потому что иконы первых требуют определенных процедур вы то есть процедура вывоза исторических ценностей территории украины если бы они были мы бы их видеть слушайте а вот какая-нибудь турция там тоже есть процедура вывоза исторических ценностей или скажем я не знаю швейцария такая в каждом регионе есть свои особенности допустим страны которые восточные страны арабские запрещено вывозить картины с изображением только картин фотографии картинки журналы газеты вывески где изображена изображено женское тело в открытой части даже в том числе короткий рукав вывозить или вывозить возить 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 то есть на территорию этой страны при формировании контейнера либо авиаперевозки мы обязательно должны предупредить клиента что не должно быть никаких картинок связанных с на которых изображены женской но это развоз а вот на вывоз я перед к это паранойя или это обычная бизнес практика вот мы в ссср когда уезжали так там нельзя было больше пяти предметов золотых у меня вот ни одного нет сейчас но там было пять предметов каждый должен будет быть не да не больше 2 грамм весом не дороже там я боюсь соврать там 200 рублей денег и а не дай бог что так это старое кольцо бабушкина там или еще что это вообще смерть и вот они все лимитировали там жестовских подносов два на человека там прям и они все вот это вот и паранойя настоящее было я думаю сейчас ведь вроде же общество может сказать капиталистическая экономика чем больше продали тем лучше бы чем больше вывезли туристы тем лучше нет нет алкогольные напитки табачные изделия и украшения и есть определенные ограничения сегодняшнего дня но на вывоз на выкалка горит алкоголь да что же в горилку не вывезли но он как бы стоит на вывоз и навоз да то есть эти определенного до этого нельзя по которым нельзя уйти в вас перевешать украшение то что человек сможет на себя одеть он вывезет в сопровождаемом багаже в чемодане в личных вещах он тоже может вывести какой-то ложки бильтеровые можно сколько хочешь на ну хорошо есть такой не хотите вам скажу анекдот про перевозки старый такой советских времен анекдот идет шмон ну в аэропорту там таможенник проверяет потом подходит значит евреи у него чемодана открывает чемодан весь чемодан я не знаю помните вы или нет застали ли были такие вот такого размера значит были портреты членов политбюро они продавались наборами на потрясающие бумаги хорошая такая копейки стоило там веночин субсидированы было почти бесплатно вот такие сколько там было там 28 человек там не зато вместе с кандидатами что ли про него весь чемодан вот одни эти портреты ничего уже от портреты наборы 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 и там уже не киташи что как как понять что что это зачем он говорит имею коммерческую идею какую идею хочу открыть тир сейчас проще с интернета распечатал все-таки давайте так вот из практики вот едут люди в сакраменто конкретно половина штаты и соединенные штаты но вот из них там больше половины в сакраменто чё не везут вот что они такое везут что они не могут положить чемодан а должны какой-то сервис привлечь который растаможет который пройдет процедуры где-то она у него там полежит на складе может быть я не знаю там на складе если у него родственников там гости не остается дома я могу понять но вот все-таки что это я почему спрашиваю ребята которые нас слушают сегодня они спрашивают себя а мне это надо а что я что я взял чемодан поехал я вижу массу народа которые просто приехали и мне тоже это в новинку потому что я я не может они так делают но я не в курсе но я вот что это возьмем для примера обычную ситуацию человек принял решение переехать и подать на политическое убежище в соединенных штатах америки он имеет визу у него подготовлены все процедуры для пересечения границы успешного пересечения границы и въезда на территорию сша его состав вещей не должен отличаться от той цели поездки которую он себе наметит это правда да он должен выглядеть как турист по шмотину то есть он не может собой взять фотографии которые ему понадобятся в дальнейшем да или которым хочешь посмотреть он может взять их в электронном виде а вот но нету это не то некоторые фотографии они я люблю смотреть фотографии живем да то есть в электронном виде тоже просматриваешь нет это история это конечно да есть очень много предметов домашнего обихода которые люди хранят там от бабушек от дедушек переданные какие-то не на сувениры какие-то друзьями подаренные после окончания школы университетов и так далее там коллеги что-либо дарят то есть вот такие предметы ты собой не привезешь сопровождаемом багаже то есть не возьмешь свою вручную кладь потому что на границе если попадешь на досмотр к инспектору вот у тебя будут спрашивать зачем туристу это нужно то есть мемориальная такая ценность мемориальная ценность мы приходим мы в этот момент на помощь каким образом мы упаковываем все эти вещи на территории украины подготовим весь пакет необходимых документов для того чтобы эти вещи могли быть вывезны из территории украины если даже там есть какие-то исторические ценности культурные ценности к не могут относиться картины словари карты иконы какая-либо домашняя утварь имеющую там золотую по золотую и так далее то есть есть целый ряд список предметов которые требуют определенного дополнительного контроля то есть вы ее не могут быть перевезены в несопровождаемом багаже следом за человек то есть вы по доверенности проходите как бы все эти процедуры идете во все эти министерства ставите печати или когда мы берем все согласовательные документы которые необходимы для успешного прохождения этого груза границы украины для на вывоз вывозим эти вещи как правило тогда когда человек уже находится на территории сша и когда он уже нашел место жительства когда он уже определилась со своим статусом когда он же понимает где он будет жить и говорит вот мой адрес сюда не передайте мои вещи эти вещи нам после этого передаем здесь на территории сша мы мы организовываем всю перевозку безусловно да то есть это к пролаве перевозка вот мы организуем перевозку мыione помогаем здесь пройти таможенные процедуры подготовить необходимый пакет документов которые запрашиваются человек в этом должен участвовать misleading просто при весме Два варианта есть, то есть некоторые говорят, я хочу сам приехать забрать, это дешевле, безусловно, будет, да, у человека есть возможность, там небольшая коробочка, он приезжает в аэропорт, ее забирает. Мы подготовим весь пакет документов, мы ему направим, куда он должен подъехать, в какой офис аэропорта, Сан-Франциско, Сакраменто, либо Лос-Анджелеса, там, в зависимости от этого направления. А как же я вот получаю, там приходит, мне кто-то написал, что-то прислал, там, из Москвы, прислал что-нибудь из Владивостока, приходит, лежит внизу. Есть несколько видов перевозок, отправок, да, есть почтовые отправки, которые доставляются от двери до двери, да, а есть, ну, это, как бы, законодательно утвержденная формулировка, несопровождаемый багаж. Это когда человек уезжает, и за ним следует его несопровождаемый багаж, который он запаковал ранее. Каким-то образом ассоциированный вот с той конкретной поездкой. Абсолютно, да. То есть, человек, от нашего клиента минимум действий, на самом деле, да. То есть, он нам показывает, какие вещи он хочет перевезти с Украины, мы ему говорим, да, это возможно, либо это невозможно, нужно пройти дополнительные процедуры. Мы эти вещи самостоятельно упаковываем, упаковочные материалы, которые соответствуют условиям перевозки, это либо море, либо авиа будет, в зависимости от состава вещей у человека, да. Мы храним эти вещи до момента у себя на складе, до момента, пока он не примет решение, что ему эти вещи уже нужны. И с момента, когда он нам подтверждает, мы эти вещи начинаем ему перевозить. После перевозки мы помогаем пройти все необходимые процедуры на территории США, чтобы он мог свои вещи получить на руки. Либо самостоятельно в аэропорту у авиаперевозчика, у авиакомпании на складе, либо непосредственно доставим его на дом. То есть, это должно быть что-нибудь такое, чего действительно в чемодан просто так не положишь. Потому что иначе теряется весь смысл пользоваться чьей-то помощью. То есть, должно быть что-то такое. Я помню, знаете, сейчас ребята могут даже и не понять, о чем я говорю, но в наше время, когда люди уезжали, они везли некоторые мебель, везли. Они там, может, всю жизнь эту мебель, понимаете, вот эта мебель для них была такой ценностью, они могли продать, но деньги нельзя было, нельзя было купить валюту на эти деньги, нельзя было их так реально обменять. Поэтому, и вот они везли эту мебель, и у нас была женщина одна, из Черновцов она была. Вот вы знаете, что в Черновцах была при большевиках, может, сейчас есть мебельная фабрика. Ну, возможно, уже как бы там все поменялось. Так там была мебельная фабрика, и она была там чуть ли не главным бухгалтером или каким-то бухгалтером. И у нее была мебель вот с этого черновицкого завода, фабрики этой мебельной. И она, я как-то позволил себе некоторую иронию по поводу того, что стоила ли мебель, сделанная в Черновцах, чтобы ее везти через океан, там и все такое. Она говорит, приходите ко мне домой, вы посмотрите, какая мебель, вы поймете, что это такая мебель, что где больше нет такой мебели. Я не знаю, может, они там из чего-то такого. Ну, не знаю, я никогда не видел, может быть, там. В советское время люди годами стояли в очередь за этой мебелью. Да. Настолько остановилась развай. И люди контейнеры, брали какие-то контейнеры, туда ставили эту мебель, туда ставили какие-то вещи в диком количестве. Я помню, что мы отправляли книги. Была иллюзия, друзья, это иллюзия, запомните. Была иллюзия, что книги – это большая ценность, и их нужно, нужно. В наше время книги тоже были дефицитом, и люди покупали эти книги, и вот над ними, как над бэбочкой, понимаете, носились. И вот эти книги, государственная была пересылка по 3 рубля за килограмм, но в Москве как-то так не получалось. А вот коммерческая была там, ну, получалось, очереди были большие, можно было за 10 рублей килограмм. Кооператив был, вот в том же здании и той же почте, главпочтам-то, ну, так сзади. Вот, то же самое, но за 10 рублей. И вот там можно было быстро отправить. И вот стояли люди с этими книгами, и девочка, я помню ее лицо, вот, которое принимало на главпочтам, где на улице Кирова, у нее было такое лицо, что на ее глазах родину уничтожают. Вот, как будто они там шапку Мономаха на куски разрывали, или там вообще все это, значит, я не знаю, там, архивы Кремля, там, какие-то музеи грабили. Я не знаю, вот эти книги, книги, она прям... Ну, сегодняшний день тоже книги перевозят люди, словари перевозят люди. Вот, конечно, в небольшом количестве, но какие-то экземпляры те, которые родные, которые дороги каким-то образом, с автографами, без автографов, ну, перевозят. Словарем уже пользоваться невозможно, потому что там сейчас все электронное, сейчас в гугле клик, и вот тебе перевод, а там ты по словарю искать. Представляете, сколько это сил? Офигонные книги, допустим, вот эти вот с рецептами. Кулинарные. Кулинарные. Все на интернете. Ну, на интернете есть, но советские издания... Я не знаю, вы застали это время или нет, вот те, кто постарше, те помнят, что такое была книга о вкусной и здоровой пище. Боже, там были такие картинки. Советский человек такого в жизни не видел, что вот это вот эти продукты в таком... Там был йогурт. Представляете, там был йогурт. Хочешь покушать, посмотри книгу, да? Йогурт. В СССР не было йогурта, а там был. Вот, и это было нечто вообще, чтобы... Девочка вышла замуж там, но ей... Купить было нельзя эту книгу, там где-то в 50-е продавалось. А вот уже в наше время, ну, кто-то там, бабушка дарила, ей там, мама дарила. У нас есть, кстати, с собой. У нас вот в Санте-Круз на даче лежит. Вы что думаете, мы выбросим книгу о вкусной и здоровой пище, что ли? Да. Да, но кроме домашних вещей, еще люди обращаются к нам за помощью в перевозке питомцев домашних. То есть мы помогаем организовать процесс переезда домашнего питомца. Собачку, кошечку? Собачку, кошечку, да. Ну, как правило, собачку. Подождите, а это не то, что вот ты взял собачку, там отдал и в коробочке тебя забрали? Это определенная процедура, которую нужно провести для того, чтобы компания приняла к себе в перевозку животное. То есть мы это все помогаем оформить и, в принципе, животное, перелетая тем же рейсом, который летит хозяин, просто отдельно. Животное не находится при этом именно в грузовом отсеке? В грузовом отсеке. А там насчет... Шесть собак и грузовой отсек, маленькие собачки могут быть. А насчет вот перепадов давления, температуры... Есть специальные там отсеки, в которых перевозят животные. Да, их уцепляют на длинное расстояние, в аэропортах... Укол делают? Да, укол делают. Ой, ё-моё. Собаке тяжело переносить, в случае животным, любому перенести перевозку, там может быть тяжело. Для того, чтобы это все психологически было легче, для них их делают уколчик на рассчитанное длинное количество целов. В аэропортах, где есть стыковки, где есть пересадки, их выгуливают, их кормят. То есть есть специальный сервис в аэропортах, который это все обеспечивает. Лучше бы себе. Да, как трудно жить. Так, ну хорошо, все-таки, вот люди нас смотрят, и может быть у них так проявляется мысль о том, что действительно есть какие-то вещи, которые, может быть, нужна помощь, чтобы их перебросить. По чем вещь? Я чувствую этот вопрос из Одессы, уже идет. Стоимость по каждой отправке, безусловно, идет индивидуально, потому что 100 вещей разные у каждого из нас, да? То есть объем работы разный? Да, объем работ разный, и объем пакет документов абсолютно разный идет. Но усредненную стоимость, это доллар за килограмм авиаперевозка. То есть если мы берем 10 килограммов вещей в Украине, перевозим в Соединенные Штаты, это будет стоить 10 долларов. И все? И все. Ну, подождите, а я здесь, ваша работа, она уже там? Наша работа уже там. Чуть, а что они, тоннами перевозят? То есть вы говорите, 10 килограмм, 10 долларов. Средняя отправка около 100 килограмм. На сегодняшний день у вас. Ну, это не фотографии, явно, старые. Много разных вещей собирается. Не, ну, например, ну, правда, я вот как-то недоумеваю, я спросил, вы где-то фотографии. Я, вы где-то фотографии, я понимаю, но вы где-то 100 килограмм, и я уже начинаю спрашивать. Если некоторые берут, у некоторых гардероб хорош, они не хотят, как бы, его оставлять, менять. То есть, понятно, что какие-то вещи добавляются, ну, шубы в том числе, да, то есть много разных вещей. Сакраменто, друзья, без шубы никак. Когда 100 градусов жара, ну, в смысле, по Фаренгейту. Шуба помогает. То шуба помогает сохранить, как бы, микроклимат. Велосипеды некоторые забирают с собой. Дорогие велосипеды, которые люди привыкли ездить на них. А это как дорогие велосипеды? Ну, есть велосипед стоимостью 10 тысяч долларов. То есть его в Украине не продашь, а покупать новый второй, как бы, смысла нет. Человек занимается велоспортом. Что, в космос на нем, что ли, ездить? В космос, что ли, на нем 10 тысяч долларов? Здесь ездят. Здесь же очень все... Инфраструктура очень развита для велосипедистов в Соединенных Штатах. Богатеет, богатеет нынешний мигрант, иммигрант. Туристы с мыслями о политическом убежище богатеют, друзья. У них появляется вот это. Слушайте, а которые по лотерее едут? Они тоже пользуются, Вашими условиями? Это было изначально. Для них. Периоды, когда мы начали свой бизнес. Вот это было достаточно большое количество людей. Сейчас немножко меньше в структуре наших заказов. Большинство людей в районах. А вот такой вопрос. Вы сказали, что больше, 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 больше людей едут. Это больше людей едут или больше людей, например, пользуются услугами? Потому что я, например, не очень понимаю, ведь чтобы ехать, надо же визу иметь. Неужели посольство США стало бы давать визы легче? Что за процессы такие? Легче не стало. Люди, не все могут получить визу. Но те, кто получают и уже принимают решение о том, что они будут менять свои жилья, будут переезжать уже после этого. Но есть рост. То есть, есть рост. Все-таки это не рост иммиграции, это рост обращений по поводу перевозок. Ну, до 2014 года, если взять статистику, посмотреть по нашей работе, у нас доминировал импорт над экспортом. То есть, импортных операций по ввозу на территорию Украины было больше, чем экспортных операций. Из США или вообще из всего мира? С разных стран. В основном это как бы ехали люди, которые работают в зарубежных компаниях, дип-представительства. А-а-а. Окей. Да. Когда экономика еще давала какие-то признаки жизни, подъема, роста, когда были какие-то инвестиции, то есть это все работало на импорт больше. В Украину можно ввозить, например, сало из-за рубежа? Саоего много. Это интересный вопрос. У нас был клиент, который ехал с Францией, и он с собой решил привезти полгрузовика вин. Винную коллекцию. О-о-о, это может быть стрёмно. Это была достаточно большая проблема. Это партию всю конфисковали. И выпили прямо на таможне. К счастью, только удалось ему забрать свои личные вещи. Я просто помню в Венгрии когда-то был, ну, не знаю, она еще не была тогда в Евросоюзе. И нас на границе спрашивали, не везем ли мы с собой обувь новую, ботинки какие-нибудь, туфли. Я никак не мог понять, в чем дело. А оказывается, у них это такой запрещенный к ввозу товар, такой наркотик. Я не знаю, что там такое с этого обуви. То есть сало можно, если что. Ну, маленький кусочек. На самом деле продукты питания перевозить в несопровождаемом багаже нельзя. Продукты питания... То есть можно с собой кусок сала. Кусочек сала, да. Надо будто кодик положить и сказать, что это... А, не то что родственникам там привезти. У нас люди иногда так протаскивают незаметно, там, знаете, вот кусок сала там из Украины привезет. Но это надо куда-нибудь в чемодан сунуть, чтобы никто не заметил. По-моему, сейчас сложнее стало, насколько я слышал. Говорят, да, говорят. То есть у многих поотнимали это сало и повыкидывали. Вот, могли бы отдать какой-нибудь в детский дом, но, в общем, выкидывают. А тут... А некоторые провозят, и они такие гордые, угощают всех салом. Хотя такого сала, как уже на месте, когда, знаешь, тебе прям намажут, как масло. Правда, такое сало есть. Прямо, как намажут, такого нет. Такого нет. Ну что же, хорошо. Мы этим долларом килограмм вы меня убили, как-то. Потому что... То есть я понимаю, что цена денег разная, и, может быть, кто-то скажет, что 100 долларов большие деньги. Ну вот я, как по-американски, судю. Вообще, как ерунда. То есть, фактически люди за бесплатно работают. У вас какие-то тысячи клиентов. Не достаточно много клиентов. Окей. Ну, потому что из-за 100 долларов... Ну да. Я не привык... Ну, на самом деле, процесс не самый сложный, как бы, да? То есть многие, ну, судя с видеоблогеров, многие люди самостоятельно перевозят свои вещи. Конечно. В этом процессе разбираются. Те, кто имеет время, те, кто хочет в этом разобраться, как бы они делают сами. Угу. То есть именно таможенные дела? Да. Таможенные процедуры, оформление документов. То есть оно все расписано, все понятно, достаточно в украинском законодательстве. Есть особенности там бюрократии, постоять в очереди где-то необходимо, где-то необходимо дождаться какого-то чиновника. Но оно все согласуемо, все решаемо. Взятки не нужно давать там нигде? Нет. Взяток, к счастью, уже на сегодняшний день давать не нужно. Легче стало? Да. Ну, если оно запрещено, к вывозу его не разрешат. Там икона какая-то или картина старая, как бы ее никто не позволит вывести, ни при какой взятке, да? То это же настолько. Еще раз. То есть вот настолько. Конечно. Но если картина представляет историческую цену для территории Украины, да, ее не разрешат вывести. Ну, то есть можно больше взятку брать? Нет. Никто не возьмет за себя ответственность, потому что... Серьезность? Очень серьезная. А, окей. А раньше могли? Ну, как могли, я не знаю, но постоянно в новостях в Украине появляется информация, о том, что на таможне задержали контрабанду с историческими ценностями, с монетами или еще с чем-то. Окей. Ну, да. Таким образом защищается наследие духовное, которое осталось. Скрепы. Да. Понятно. Ну, что же, хорошо. Так, а как вас находят люди? Вот, ну, хорошо, те, кто нас смотрит, вот я вас показал, они вас знают. А те, кто вас не знает. Вот собрались люди куда-то ехать. Откуда они знают, что они могут к вам прийти? В помощь, то есть, погуглите, можно найти переезд, перевозки, перевозка домашних вещей. Америка. То есть, в Google найдет нас. А много народу приходит, вот, что называется, по рефералс, то есть, через... На самом деле, большинство приходит по рефералс, потому что на этом строится... Так был заложен бизнес изначально, да. То есть, большинство таких компаний, как мы, в Европе, в Соединенных Штатах существует уже там более ста лет. Это семейный бизнес. И основная структура клиентов формировалась именно за счет личных отношений. Когда-то, когда только бизнес начинался, я встретился с человеком, которому этот бизнес перешел в поколениях, да, то есть, от прадеда еще, это голландец был. Он сказал, сколько бы денег вы не вкладывали в свою рекламу, вам ничто не даст такой прирост, как вот цыганская, условно говоря, почта, передача из уст в уст. Word of mouth. Да. И как можно больше инвестируйте в ваших менеджеров, которые будут работать в барах. В барах? Да. Предлагать свои услуги. Окей. Ну что же, я вот слушаю вас, знаете, вот эти 100 долларов меня зацепили. Потому что я в мелкую розницу ничего не делаю, у меня, если что-то такое, там меньше, чем 1000 долларов, как бы и цены нет. А так, в основном, они приходят, платят там 3-4 тысячи. И я понимаю, вот есть человек, мы с ним работаем, и там за этим деньги есть. Особенно они еще в одном классе сели все, там, допустим, 30 человек сели, там по 4000 заплатили, 120 тысяч. Я говорю, о, вот есть народ, вот это из помещения, преподаватели, понеслось. Понимаете, а 100 долларов, это же просто, просто, чтобы взять, вот чисто оформить 100 долларов. Это нужно кого-то посадить, это кто-то должен там квитанцию выписать, деньги положить. Средняя заработная плата в Украине с 1 января 3200 гривен. 3200 гривен это чуть больше 100 долларов. Может уже будет 100 долларов, там, буквально на днях, да, то есть курсовая разница. Повышается? Повышается немножко, да. Улучшается. Это, грубо говоря, будет средняя зарплата 100 долларов, да, уровень жизни в Соединенных Штатах намного выше, понятно, и цены, как бы, на услуги, сопоставимые с нашими, на территории США будут дороже. То есть этот же сервис, если брать с территории США перевозку в Украину, он будет значительно дороже идти. Я понял. То есть, как бы, в системе цен, которые тамошние, это совершенно нормально все. Абсолютно. Вот. И вам не нужно платить американских зарплат, вам не нужно рассчитываться с американскими субподрядчиками. Ну да. Авиакомпания, к примеру, ну, авиакомпания продает не только пассажирские места в самолете, да, она еще продает грузовые места, которые находятся, как правило, внизу самолета. Экспорт с Украины сегодня очень сильно упал. То есть экспортом перевозок практически нет. То есть самолеты, грузовые отсеки самолетов, вылетающих с Украины, практически пустые уходят. То есть личные вещи людей, которые они перевозят с собой в виде ручной клади в чемоданах, недостаточно, чтобы загрузить пространство самолета внизу. То есть, как правило, в хорошо развитые периоды экономики, в подъем, очень много экспортов шло с Украины. Какие-то инструменты, я знаю, экспорт происходил с украинских заводов. Большой ассортимент продукции, что. На сегодняшний день авиакомпании как бы имеют пустые грузовые отсеки, которые нужно продавать. И продукты, значит, хорошая с хорошей скидкой. Я понял. Вы сказали про инструменты. Я вспомнил, как у меня мама была инженером-механиком. Ну, она уже на пенсии была много лет. Но у нас в доме было несколько готовалин. И готовальни были, ну, для человека, который живет этим, да, профессионал, это было что-то такое, человек лелеет. И у нас было несколько потрясающих, большого размера, там, поменьше, там, вот эти готовальни. И мы с собой их тащили. К счастью, это не было запрещено. Люди, у которых не было готовальни, друзья, я не знаю, вы знаете, что это такое. Я не знаю, что там же готовальня, это что. Готовальня, коробка, плоская, ну, такая плоская коробка, в ней вдавлены такие места, чтобы можно было класть инструмент. То есть, так он не просто кладешь, бархатка такая, черненькая такая бархатка. А там дальше инструменты для черчения. Например, там одних циркуль, и могло быть там 7-8 разных циркулей. Есть циркуль, которыми чертят, есть циркуль, которыми измеряют, есть, которые особо точно измеряют. А, боже, там, рыс-федеры, которые тушью пишут, перышки к ним, там какое-то, боже. Если бы я был инженер-механик, я бы вам больше рассказал. Это я рассказываю, как человек, который никогда в жизни не начертил ничего сам. Просто, ну, я любил осматривать. И я любил вот так, ну, поиграться немножко там. С циркулем. Ну, нет, ну, что-то же ты делаешь с циркулем тоже там. Циркулем, но когда этих циркулем много, а еще и циркуль, у него ножка гнется. Вот так, ой. Ну, в общем, что сказать? Вот этот инструмент мы с собой... Много ценных вещей, на самом деле, есть дома, которые лежат там где-то далеко. Ты к ним каждый день не обращаешься. Но когда начинается переезд, когда ты начинаешь перебирать свои вещи, пересматривать их, ты понимаешь, что как бы это хотелось бы забрать. Тем более люди, я так понимаю, которые переезжают на политическое убежище, они понимают, что путь их возврата теоретического обратно к родственникам в Украину там не раньше, чем через 10 лет в сегодняшнем времени. То есть лет 10 им нужно будет жить. Ну, надо подождать, да. Нужно будет подождать, да. То есть и кто-то готов как бы жертвовать и не забирать какие-то вещи ценные, приехать позже за ними. Кто-то хочет сейчас их получить уже. Ну, да. Ну, что же, хорошо, я понял. Я на самом деле, когда мы начали, у меня не было ясности, о чем там речь. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, я когда ездил в Москву, в 2003, по-моему, году это было, мне не дали вывести несколько картинок, которых я купил, не бог весь там я купил на, как называется, на ярмарке в Измайлово. Ну, то есть, ну, ничего там такого, это не из Пуштинского музея выносили, нет. И в трубочку было свернуто так культурненько, мне не дали забрать с собой. А я не пытался никуда, я с собой, я официально тебя в трубочку нес, я говорю, пожалуйста, посмотрите, они говорят, с ума что? Они на меня так цыкнули, что как будто я вообще с луны свалился, чокнутый, я оставил друзьям, а друзья уже потом положили в чемодан и привезли плоско в чемодане. То есть, при прохождении погранконтроля и таможенного контроля в аэропортах особое внимание у инспекторов привлекает тубусы. Потому что в тубусах перевозятся картины, иконы и так далее. То есть, разные предметы. Люди, неподготовленные, как бы везут в тубусах, люди, которые подготовленные, везут в чемодане. Но вы не можете, как физлицо, вывести любую картину с территории Украины, России, по-моему, Белоруссии тоже самое по законодательству, пока у вас не будет специального разрешения, выданного Министерством культуры. Любую картину. Любую картину. Даже современная, современно отпечатанная репродукция, которая будет идти, вот типографским образом, на бумажке, вы ее тоже, как фотография, вы ее не сможете вывести. Вот ваш стенд сзади, он тоже не смог бы выехать с территории Украины, пока не получили бы под него разрешение Министерства культуры. Фотообоида. Завернуть трубочку, все, это уже как бы картина, значит, ее нужно, необходимо провести анализ. То есть, безначально картина приводится Министерству культуры, искусствоведам, которые проверяют. Есть специальный отдел, он находится только в Киеве, который проверяет и говорит, да, эта картина для нас, для Украины, не представляет никакой исторической ценности. После этого мы получаем документ, и с этим документом человек может либо самостоятельно забрать и ехать в аэропорт и улетать. В каждой смене, которая находится в аэропорту, кроме инспекторов таможни, инспекторов пограничников, есть искусствовед. То есть, если пограничник, таможенный инспектор, вернее, увидел, что у человека в составе вещей есть картины, иконы, он вызывает искусствоведа, который сравнивает то разрешение, которое было выдано человеку на руки Министерства культуры, с той картиной, которую он предъявляет для перевозки. Если это все совпадает с его точки зрения, он дает право на вывод. А я возил, помню, скульптурку такую небольшую, купил бронзовую в Париже, и ездил с ней потом по всей Европе, всюду меня спрашивали, что я говорю, в Париж брал квитанции, я говорю, проезжай. В чемодане вез, в ручной кладе, чтобы, знаете, не побили там, и что. Никому в голову не пришло. И так ездил из Франции в Венгрию, там из Венгрии в Австрию, там, чтобы хоть кто-то спросил даже, я не знаю. Ну, на самом деле, с Европы тоже не все можно вывести. Да. Ну, да, просто, знаете, есть турист. Вот турист приехал куда-то, вот, я не знаю, вот приезжайте там, ну, в Калифорнию, да, и вам ходите, гуляете, туристические места там всюду, через дверь, там, картина и галереи. И там продают современное искусство в основном. Ну, может быть, что-то там даже 30-х годов бывает. Ну, что-то там продают. И человек говорит, о, а мне в Париж. И он говорит, мы отправляем, у нас международные отправки. Говорит, никаких проблем. Вот раз, два, все, ты едешь домой, она тебе там пришла в ящики. Что за... Ну, если дорогая картина, известного автора, она так не уедет. Ну, если дорогая и известного, я не знаю, а так вот, вот так ходишь. Обычная картина, которая продается в магазине с территории Европы, с территории США, она может быть отправлена и доставлена в Украину, но, опять же, при доставке она будет проходить контроль инспектора Министерства культуры. Ну, дай им Бог здоровья, чтобы у них не осталось это без работы, чтобы никто не остался. Хорошо, подождите, а как вас найти, если что, кроме Гугла? Я не знаю, как лучше сделать, я могу вам дать ссылку на сайт. А есть карточка какая-нибудь у вас со ссылкой на сайт? Я тогда и раз, и напишу там. Да, я вам дам карточку. Все, ну, вы так на зловах, скажите. Компания называется KLS, сайт KLS, три буквы, сайт очень простой, KLS.ua. Три буковки? Три буквы. Это вы специально какое-нибудь там разрешение получали на три буквы? Да, это специальное разрешение на доменное имя UA, короткое, тоже специальное разрешение идет. KLS, ну, хорошо, ладно, я, в принципе, запомнился. То есть, если на сайт вы получите определенную информацию, если, ну, безусловно, каждой перевозке есть специфика, и если вам нужно будет точнить какие-то детальные вопросы, есть телефоны контактные, есть e-mail, которые можно написать, и вам ответят. Ну, хорошо, ладно, я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы были вопросы по перевозкам. Про кошек, собак иногда спрашивают. Вот, но это тоже очень редко. Ну, не знаю, но если такое есть, если вот до тысячи людей там обращаются и так далее, ну, наверное, что-то в этом есть. Для меня это настолько новое, неожиданно. Есть, абсолютно, рынок есть, люди переезжают, перевозят свои вещи. Ну, значит, мы в нужном месте, в нужное время рассказали о нужных вещах, чисто по-американски, да? Right time, right place, right people. Не знаю, я могу в комментариях отвечать, если будут какие-то вопросы. Так, нельзя, конечно, отвечайте, как же. А, думаете, я буду отвечать, мне ничего сказать совершенно. Давайте мы тогда помашем, там, значит, вы правой рукой, а я левый. Так, типа, правую руку покажите, все. А то я проверяю, сейчас уж некоторые люди говорят, они говорят, правая, а они левая начинают. Вот, значит, мы так и делаем, вот так вот, и говорим, пока. Пока.